так вот вышла новая часть цивилизейшн 6 я так понял недавно вышел учет я пронес совсем недавно узнал до этого я ну сейчас я первый раз запускаю и еще до этого не вот только запустил до этого играл еще в цивилизейшн 5 кажется вот то есть даже ролики по ней есть можно найти так тут я вот не знаю так понимаю что-то обновленное то есть другое будет но я не знаю вот только сам запустил вот как я понял тут все-таки сторону выбирать нельзя то есть начать игру вот придется за это играть это из-за оба са плохо слышно лично мне на записи я не знаю как вы слышно до прошлой цивилизейшн а другая кажется было ну я в цивилизейшн играл то есть я только вот об этой части не знаю ну вообще сильно отличается вот насколько я помню да сильно отличается кочевники я так понимаю надо свою страну будет делать так воины ну это это по нему просто чтобы мир открывать поселенцы до о я какую-то деревню нашел дружелюбную не за может у воды поселиться попробовать следующий ход ну да это как в тотал вор так и тут тоже да и в прошлой части цивилизейшн также было есть несколько видов побед типа религиозная культурная научная по моему я военную победу да я по моему военную победу от типа весь мир захватил игра ну типа выиграл свод законов но это очевидно мне пока недоступно дерево технологий хотя нет я чё-то могу делать животноводство ну да ну пусть покажу вот наводство будет большое дерево кстати играет достаточно большая то есть она от древности до современности до от кораблей обычных деревянных до космических то есть достаточно большой большую область времени занимает 4 тысячи лет до нашей эры написано ладно следующий ход типа другие стороны тоже что-то делают я так понимаю это мой персонаж какой-то вот я не знаю основать город у воды блин интересно если вот сюда перейти его тут основать эврика городного березья позволил вам изучать основы мореплавания вот и ради этого ради мореходства я же так понимаю можно потом улучшить город расширить покровка такое название российская является столицей да я типа это теперь столица но я понял интересно можно как-то расширять его что ли так да вот хорошо бы животноводством заняться тут как раз рядом блин я вот не помню уже просто реально я давно играл хочу купить вот эту клетку животноводства майли она и так в моем владении а это и так в моем владении нормально так выберите проект а вот но воины я думаю пока не нужны ну пусть пока строители будут так воинами что-то делать тут тоже надо думать то есть можно идти тупо захватывать можно наоборот подождать я вот не знаю может пойти тупо захватывать поселение сразу например напасть я ж наверно могу надо пока сохранить игру на всякий случай то есть я не знаю даже или пока не воевать а просто типа изучать землю все следующий ход а вот у меня животноводство через восемь ходов будет исход законов через четырнадцать до законы это хорошо скоро у меня строители будут так нельзя попробовать захватить да ладно чё так легко я просто кликнул правой кнопкой мыши захватил я чё не понял что так легко было мне казалось типа тут поселение сражение начнется какое-то ну ладно хорошо голды вот кстати тут голда у меня доходы у меня пока только доходы ну потом расходы конечно начнутся вот пока у меня только один город да надо конечно животноводство изучать что-то с лугами делать так хорошо что с одной стороны вот тут вода то есть не могут со всех сторон напасть да конечно игра не самая веселая но она интересная на самом деле да то есть может она не то чтобы какая-то веселая там занимательная мы имею ввиду не то чтобы в ней много экшена но она интересная на самом деле так вот мне вспомнить чуть-чуть я что-то не помню мне надо бы сельское хозяйство развивать я вот не помню точно как но это древний мир я так понимаю древний мир сейчас 3800 до нашей эры лет я пока просто территории изучая графические эффекты прикольные следующих вот ну да в начале мало будет это потом побольше действия будет пока вот мало но это в начале игры просто потому что пока мало изучено тут еще другие континенты по идее можно будет изучать когда научишься плавать другие выйти вот там типа страны на других континентах вот я могу типа горожан закреплять за территории только странно почему и у них же типа не изучен он хз хз скоро животноводство через три хода будет так так очков веры у меня пока нет ладно быстренько заражим пока у меня кстати территория сама по себе расширилась сейчас ну да у меня типа город сам по себе расширяется и у меня расширяется области которую я вижу на карте да что пока воевать особо но это всегда в начале игры да это всегда так в начале цивилизейшн то есть разные империи ну как начале времен же мало людей было то есть в начале игры тут только все развивается а потом чем дальше тем ну короче типа больше будет всяких городов появляться чужих да то есть дальше сложнее будет и интереснее по идее тут на этом континенте должны быть люди сейчас другие сейчас у меня животноводство на следующем ходу отлично о и в японец из японии с нами хотят познакомиться так у эврика встреча с другой цивилизации у меня произошла необходим свой супернизированный поиск нового сообщения исследование технологии письменно значительно продвинулась у отлично животноводство отлично а вот япония японские разведчики вот новая цивилизация но думаю буду стремиться к тому чтобы в конце игры всех захватить вот можно войну обвинить ладно я понял так есть у меня животноводство лошади стратегические ресурсы так понимаю я теперь буду лошадей получать так верховая езда мореходство надо изучать раз уж я рядом с морем да чтобы китов добывать там хз свод законов через четыре хода будет вот чёрт там походу дальше японская территория типа мне проходить нельзя плохо ну что ж хорошо я пока особо ни на что не трачусь правда город растет по сути на него траты возрастают все равно надо будет потом поселенцев купить когда у меня у меня сейчас голды недостаточно потом поселенцев купить чтобы еще города другие организовать а нет я могу поселенцев кстати сделать блин они только через 20 ходов будут ну ладно о можно какой-то монумент возвести ну окей в этой игре как бы много разных моментов там культура вера то есть можно свою религию распространять такое а вот она киото японская столица но она мощнее моей да то есть можно будет потом захватить даже возможно но невозможно а точно по идее можно будет потом захватить что за бред варвары а это варвары варвары это типа ты ну нейтральная страна то есть она со всеми воюет что то я не понял кто выиграет тут я или мы о я или они ладно я сохранюсь где тут очень интересная игра на самом деле так у меня мод какой-то включен ну ладно давайте на варваров нападем наконец-то хоть с кем-то повоюем прям в режиме реального времени что то я не понял кто победил я так понимаю что я победил ну да надо будет потом добить в следующий ход вот у меня город кстати усилился значительно я могу горожан назначать тут ну отлично потом мореходство когда будет можно будет еще что-то с рыбой делать окей социальный институту открыл а теперь можно будет законы короче делать так политический курс вот так дисциплина и плюс одно производство себя городах вот так вот отлично тут походу город у короче варварский город нашел надо будет на него напасть если на меня раньше не нападут отлично так мореходство два хода разведчиков можно вот может разведчиков потом тоже разведчики чтобы побыстрее интересно я могу напасть походу да я походу выиграю если на город нападу а это не город это так как копейщики так сейчас я сохраню игру надо с водами что-то делать так посмотрим кто выиграет по идее я выиграю что у меня отряд сильнее плюс пять к опыту значительная победа ну да походу выиграл мореходство через один ход о можно разведчиков посылать исследование завершено мореходство отлично теперь есть мореходство так нет вот вот так вот да надо конечно побольше рабочих горожан я хрен знает так надо воинов этих прачников заказать так исследование горное дело теперь пожалуй вот так надо добить все таки этих варваров что то я не пойму их меньше становится вроде да этих варваров ну хз так ладно следующий ход вроде ничего не забыл мне на самом деле интересная игра да то есть она затягивает не то чтобы в ней много экшена но интересная блин я боюсь проебать этот отряд вот так вот сохранить еще раз надо добить уже варваров скифия ну да я за скифию играю как бы так пока не будем там в драку вмешиваться так я вот ничего не забыл я вот думаю прачники скоро у меня прачники появятся я смогу со стороны врагов обстреливать с расстояния плюс строители еще постойте постойте у плюс галеры у меня потом еще появится нормально так еще раз надо все таки добить варваров все готово вдохновление мои воины уничтожили копейщика врага отлично так разведчики пусть пока дальше идут я уже запутался о я же юнитов могу повышать в этой игре точно только я не понимаю как все вот по ходу улучшил я чуть хз тут же юниты опыт получают и их типа улучшать можно после этого вон что я хз кто у меня вообще тут строится мы отправили к вам делегацию с дарами и сыги цуккури нашими лучшими работами с радостью приветствую вашу делегацию надо будет к ним тоже ответную делегацию как-нибудь отправить вдохновение о о новый город тоже и покороче тут япония киото куамаси о я новый континент обнаружил о вот-вот-вот доступно повышение вот вот-вот я прокачал сейчас да вот я про это говорил можно прокачивать нет войну объявлять я конечно же не буду никакую я вот только не пойму у меня строитель вообще строится или нет хрен знает мне эти ж поселенцы еще нужны а чудеса света можно создавать типа да ладно дальше дальше что тут варваров разведчиков как-то много подходит надо наверное обратно войска возвращать ну да что там у варваров целый лагерь интересно разведчики ж наверно не могут напасть на город ну да они просто ходят о смотрите там варвары дерутся с этими с японцами надо туда наверно войска повезти хорошо что моих разведчиков не трогают так вот наука у меня золото есть количество пищи то есть я все это получаю сейчас угу вот тут есть всемирный рейтинг у японии пока больше счет чем у меня вот у меня 14 у японии 20 ладно ясно галеры через четыре хода горное дело сейчас будет на следующем ходу у горное дело вот там уже конец карты кстати так покровка так исследование пора изобретать пора изобретать колесо я думаю так колесо сделаю через три хода галеры будут вот вот я прачников купил вот вот прачники но я их пока не могу активировать а на следующий ход у меня отряд прачников будет отлично Вот у меня прачники О, я могу прачниками атаковать Прям издалека Вот заебись Дальний опыт, вот это вот классно на самом деле Я даже урона не получил То есть, видите, я с площади своего города обстреливаю То есть, я сам урона не получаю То есть, прачники вообще нормальная тема Так, через два хода будут галеры Так, всё вроде Вот, то есть, в этой игре можно достаточно долго вот так сидеть Так Прачники Чёрт, я вообще их в другое место хотел перевезти, ну ладно Север вот тут То есть, тут что-то на типа юга, а там север 3040 лет до нашей эры А в самом начале было 4К Кстати Ходят слухи, что Япония погоняется понтону богов, связанному с верованием млечная богиня Ну вот, да, можно будет потом свою религию тоже сделать Оп, у меня галера есть, я теперь могу плавать Надо будет вот туда поплыть Вот тут, по идее, тоже государства какие-то должны быть Обнаружено племенное поселение Ну оно типа дружелюбно ко мне, я так понимаю, я его типа захватить что ли могу Как же не захватить, если дружелюбно Так Выберите проект Так, мне ещё поселенцы нужны Надо новый город организовывать Потому что у меня только столица Вот это только один город, а это мало Но можно разведчиков атаковать Отлично Всё, минус отряд врага Интересно, если туда куда-нибудь в воду поплыть Так Через четыре хода город вырастет Потом ещё можно будет религию свою делать Вождество Вот, правительства разные есть Но ещё у меня не открыто просто По идее, вот это изменять можно Потом Только я не знаю Не совсем уверен Вот Вот, то есть можно будет Ну мне это пока не надо просто То есть можно будет изменять вот этот политический Ну, то есть очень обширная игра Очень много в ней затрагивается, так скажем Следующий ход Следовать бусидос, значит тренировать тело, сознание и душу Но где вашему народу этим заняться? Это он типа привлекает в Японию Сменить политический курс Короче, мне теперь предлагают политический курс Типа связанный со строительством Сделать Вот так Вот так сделаем Правительство Короче, у меня неприязнь теперь с Японией Ну да, надо Я на самом деле потом, когда мне ресурсы позволят Я на Японию нападу Как бы попытаюсь её что ли захватить Вот на самом деле удобный интерфейс Тут у тебя автоматически Когда какой-то отряд используешь Автоматически он сменяется Так О, международную торговлю буду качать Я вот помню, что с неё можно много получить По золоту я просел Потратил Ну ладно Вот я религию не помню, когда можно будет свою создавать Вот тут тоже такое есть Так Вот блин, я туда дальше не могу поплыть Ну ладно Так Короче, вот тут варвар Я думаю всех варваров просто разъебать Вот ещё одно поселение захватил Так Так Так, разведчики Ага Вот потом надо будет на следующем ходу захватить вот этот варварский городок Потому что варвары они не развиты и вообще лёгкие Так, следующий ход Ну дальше интереснее будет, там намного больше откроется Вот сюда нельзя перемещаться Типа там открытая территория Интересно, я могу с воды атаковать, потому что я вот помню, что в прошлой части можно было атаковать с воды Кстати, мне надо будет ещё солдатиков сделать, потому что это А ну-ка, маловато пока А я вот не могу купить солдатиков, голды не хватает Да, надо ещё отряд воинов сделать Чтоб воины с прачниками вместе ходили Твою мать У них там кораблище у врагов Так, я давно не сохранялся, чё-то Так Вот так сохраним Вот так Вот это можно будет варварское поселение Вообще, наверное, разъебать сразу Ну, не сразу, в два хода Ну ладно Там у врагов корабль, оказывается, даже есть Это плохо, конечно У меня такое чувство, что убьют сейчас моих прачников Хотя если издалека обстрелять У меня же преимущество Во Угу Международная торговля через два хода Ладно Вот как-то так Достаточно интересная игра Ну так, наверное, конец Наверное, для первого ролика хватит пока Подписка, лайк, все дела Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok